Снимаешь? Снимаешь? Да, я снимаю. Снимаю. Конфета Хадун спрашивает, что будешь делать, когда тебе стукнет 30, продолжить быть игроком, станешь тренером или уйдешь в сферу меди? Но, братанчик, ты не искро озвучил один важный вариант и исход моей жизни, судьбы, карьеры. А это уйти в небытие, как бабангида. Настанет день, и я исчезну. Я давно понял все усилия тщетно. Либо же бизнес. Что за бизнес, сука? Типа такого, не знаю, наверное, бизнес было бы очень жестко, но, ну и как бы это прикольно. Ну, ты говоришь, в бизнес погружаешься, ты должен узнать все детали. Но это очень похоже на киберспорт, но это не киберспорт, но заинтересованность и вовлеченность, как киберспорт, и бизнес это очень круто. Просчитывать риски, мне кажется, я создан для этого. Стив Джобс, Марк Цукин, ну не, ладно, это люди просто, типа, из другой вселенной. Но я свою шаурмечную обязан открыть в Новороссии, за знаниями питерской, по всему миру побывал. У меня что-то должно получиться. Вот, это такой вариант, конечно, но вообще нафармить бабок, вложиться в что-нибудь и пассивный доход 10 тысяч долларов уже другая цель у меня. Каждый месяц на Бали путешествовать, ничего не делать, стримить. Еще так стримить. Да, я не знаю, жизнь она такая, что, может быть, надо будет лечиться просто. На энергетике пью каждый день, через 3 года, может, целью моей жизни будет просто вылечиться. Такое тоже может быть. Как справляетесь с эмоциями после тяжелых поражений во время турнира? Честно скажу вам, помогают только комментарии под моими социальными сетями. Вот мне самому дико плохо, когда я там промахиваюсь в бок, там, типа, зачем я тренируюсь, 5 лет, чтобы там выиграть, ну, это ладно. И находятся комментаторы, которые делятся своими какими-то положительными эмоциями, энергией. Я понимаю, что они болеют. Да, они пишут, что я мусор, чтобы я сдох и так далее. Но я понимаю, почему они это пишут. Дело не просто в деньгах, которые они проиграли, и им тоже плохо, и они хотят просто вывести негатив в интернет. Нет, они реально всем сердцем болеют за нашу команду, тоже негодуют. И я это понимаю. Не на моменте, конечно, когда мне плохо, но потом, спустя время. Есть и позитивная поддержка. Позитивная поддержка тоже очень крутая. То, что там, молодцы, все дела, не сдавайте. И вот мы, например, вышли из плей-офф, но проиграли, там, камбэк обидный. Что мы сделали? Ну, заказали Макдональдса на долларов 250. Давид съел биг-тесте, пиг-мак, двойной чизбургер, наггетсы, все это, типа. Да, Стан съел. Биг-тесте, биг-мак, тоже двойной чизбургер. И вроде еще какое-то, типа. Я там съел тоже, там, два бургера, еще всякого, там, этого. Все просто обожрались на 3 плюс тысячи калорий. И вот так мы справились в тот день. Но обычно, конечно, мы все худеем. Постоянно, типа, гонки сброса веса. Алексей Симаков спрашивает. Как ты смотришь на участие в каких-нибудь шоу-матчах у разных ютуберов, стримеров, твича? Эти все ивенты, это очень круто. Потому что это новые коллаборации, новый контент. Люди развиваются, находят друзей. Взаимоотношения улучшаются. Комьюнити растет. И все в плюсе. И стримеры, и люди. Новый контент. Жизнь хороша. Все очень круто. Новички в КС ценятся очень высоко. Капитанов появилось немного. Артем Корягин. Ты меня любишь? Братской любовью люблю. Братской. Так и не съел со мной биг тесте тройной. Хотя это надо сделать. В чем секрет сэйвить 30 раундов подряд на прост сцене без смертей? Секрет простой. Чтобы у тебя было мало смертей. Котлетки с макарошками или с пюрешкой? Иван Гарри Глядан. Гарри Гляд. С пюре. С пюрешкой. Руфа Деко. У тебя биг Бэби Джон. Чтобы это не значило, но он биг. Сто процентов. Любимый напиток. Там есть фанта одна. Жесткая. Ее я только за границей могу попить. Она типа черри, но не черри. Какое-то там виноградное. Вроде что-то такое. Виноградная фанта. Стоп, где здесь? Как ты раньше играл с пингом 100+. И как капался в видеоскрины, где ты писал Адрену насчет пинга? Привет, экстайз. Это на самом деле не для этого видоса. Это для подкаста такая история. Сумасшедшая. Там не то, что пинг 100+. Там пинг 100. Нет, там пинг 80-150-300. Каждые 25 секунд на протяжении года. Из-за того, что не оптоволокно было, а АДСЛ, там что-то модем. Это было нереально. Пришлось переехать вообще там, типа, домой. Там что-то менять интернет. Вот это дерьмо. Но это были, ну, типа, невозможные условия. Выход был такой, что я просто с Савиком играл и все. С Савиком по приятию. С Калашом невозможно играть. Поэтому я, когда пришел в ангар, я вообще с Калаша не умел стрелять. Потому что у меня было 90%, я такил и с Савиком. Даже к Валу Кёльн, пацаны. Я играл с Новороссийска. Ну, уже там пинг был 80-90. Ну, с АВП. И как бы закаерил ее. Потому что АВП позволяет тебе играть с большим пингом. У меня единственный был выход. Это играть местные лан-турниры. Потому что из-за того, что я в регионе далеко, у меня пинг, типа, большой. Дед, если ты не живешь не в Москве, а в Питере, то ты такой, ну, у тебя шанс несколько раз меньше пробиться куда-то. И все вот эти игроки из регионов, они прям смотрят на москвичей и говорят, ну, да, понятно, почему у вас там 80% всех игроков в топ-командах это москвичи. Ну, раньше так было. Что, ну, банально пинг был крутой. И кроме как играть местные турниры и ехать на ланы, там, в Москву играть против них же, у тебя не было выхода и шансов. Ммм, облезочка такая, потому что. Советский пломбир спрашивает, чем тебя привлекает аниме? Я никогда его не понимал. И интересно мне человека, который погрузился во все это. Во-первых, мы не анимешники, я не погружался во все это. Там, ну, за 6 лет, понятно, я посмотрел много тайтлов и так далее, но я посмотрел самый мейнстрим и самые крутые, типа, тайтлы 2005-х годов. Там, ну, Кобой Библ, Самурай Чампулу, Учитель Нонезука. Ну, то есть, есть миллиард всяких горебников, фан-сервис, типа, как Магия Меча онлайн, Токиски Гульта. Все, вот это, конечно, тоже погружался, но вот я, в целом, такой крутой анимешник элитарный. Вот, я начал слушать фонг в 2016-м, кстати, и Cloud Rap тоже пораньше, чем вы. Пацаны, не забывайте, я Dead Inside первый, первый я. Когда ребенок, прикольно, сейчас Клан Сопрано поставил топово. Кстати, другой вопрос тоже был от MiMyGRL. Привет, Жек, какое твой любимое аниме, какой твой любимый сериал, фильм? Любимое аниме, наверное, такое я не назову, хотя, ну, мне нравится, я говорил в прошлом своем полномасштабном большом интервью, что что-то там поцелуй сестер, да? Вот оно, конечно, в топ-3 до сих пор, но вот еще крутое появилось. Фан-пис. SS Gang спрашивает. Привет, Жейм, очень много вопросов про твою профессиональную деятельность, но хотел бы узнать больше как человека. Понятно, что тебе, наверное, не очень хотелось бы носить личную жизнь на показ. Как мы знаем, ты недавно женился, интересно, как вы познакомились, как жена отнеслась в твоей деятельности, когда впервые узнал о ней, как она выносит постоянное расставание, планируете ли детей? Спрашивает SS Gang. Познакомились мы года 4 назад в интернете. Как жена отнеслась к моей деятельности? Ну, 4 года назад у меня только там начало карьеры было киберспортивной, уже только год был. Поэтому тогда я там прям, не знаю, но она вроде была в курсе, но не прямо из КС она была. Как она выносит постоянное расставание? Я, ну, плохо, наверное, но со временем привыкла. Все-таки я моряк, и я иду на вахту, работаю, возвращаюсь, работаю, возвращаюсь. Может, даже это то, что всем надо. Такие взаимоотношения крутые, что ты успеваешь соскучиться по человеку. Это глубже, это мы через пару лет поговорим с вами о тонкостях всего этого, либо не поговорим. Планируете ли детей? Конечно, все дети запланированные должны быть. Не запланированных детей тоже должны быть. Любые дети – это хорошо, да. Алексей Мумриков. Привет, Джейм. Как удается спустя столько времени игры на профсцене придумать все новые тактики и держать их в голове во время матча, не сходишь с ума от количества информации? Что ж, если это для кого-то, это, так сказать, не мой телефон, это для моего оператора. Такое. Специфичное. Во-первых, все это идет по запись, на текстовых документах, Excel. Конечно, из-за большого объема количества информации, ты это все в голове у себя даже, будучи там проигроком после тренировочной базы, шесть карт в голове, все запомнить невозможно. Поэтому существуют вспомогательные какие-то ресурсы, на которые мы тратим время в подготовке, чтобы там вспомнить. Но это, КС на этот уровень вышел не так давно, потому что вы могли вспомнить до мажора, который выиграли Na'Vi, только у них были листочки, там у капитанов были блокнотники с раундами. А у игроков вообще этого ничего не было. Вот был такой барьер, чтобы люди не понимали, готовишься, не готовишься. Насколько глубоко восприятие у твоей команды к Counter-Strike, и ты как бы не особо хотел показывать то, что у тебя там все под запись и дофига всего этого. Но вот Na'Vi, когда выиграли всех, все поняли, что это необходимая вещь, там вспомнить какой-то раунд, чтобы капитан его не проговаривал, говорил раунд номер 574. Делаем его, и каждый игрок, у него есть своя роль, он прочитал и сделал. КС растет, и мы уже все больше и больше про уровню, как у спортсменов. Константин Мартын, кстати, про напиток спрашивал, как работать над ментальной составляющей. Надо изначально родиться с жестким ментальным человеком, и тогда работать не надо будет. А если ты слабый ментальный человек, то работать тебе не поможет. Мажор от Бласта будет лучше в истории. Если мы его выиграем, то я думаю, да, вот мега супер хайп видео, где я вот так. Ну вот я и выиграл мажор, что дальше? Там будет миллион, там будет видосов на пару лет каждый день. Что было в третьем раунде этого финала и так далее? Я буду хайпить и работать над своей победой на мажоре годами. Топ-5 команд, по моему мнению, на данный момент, Vitality, Na'Vi. Ну, Na'Vi, наверное, по 67 турниру, наверное, могут даже не топ-5 быть, но за былые заслуги, конечно, Na'Vi, Face, G2 неплохи. Пока вот так. Ну, G2 еще так. Может быть еще какая-то команда типа Heroic, или там еще есть друг, или Cloud9, например, есть 5-0 выйдут, например, на 4-1, то я бы их туда записал. Любимый скин на Ави, Dragon Lore, Dragon Lore, Samihada, 10-10. Многие игроки говорят, что для успеха нужен старший, а ответьте, что делать, если его нет. Если его нет, то надо подписываться на мой канал, и я буду вашим старшим, и просто слушайте реально меня, и все будет хорошо. Без шуток. Плохого не по совету. На кого я учился, спрашивает конфета Хадун на экономиста, один год. Очень крутой вопрос, наверное, это топ-3 вопрос, 100%. Фил Попо спрашивает. Как забылать систему турниров и сезонов в ProCS GO? Честно говоря, есть ощущение, что турниров слишком много, и все неоднотипны. Смотреть катки в группе ESL или Blast, на котором полматча не решает, потому что никто не вылетает, становится тупо впаду. Короче, как сделать КС интереснее? Сокрыть число туриков, расширить количество слотов для команд на партнерских и непартнерских лигах, можно добавить официальный турик отпад для сборных а-ля мажор, или вообще ввести Инт в КС, интересно твое мнение, как человека изнутри. Ты абсолютно прав. Мы, как человек, люди, команды, которые не имеют инвайтов, тоже негодуем этой системой, где ты партнерская команда, и у тебя есть 4 шанса остаться на турнире, а у других команд один слот на весь мир разыгрывают, как в NBA каком-то, не знаю. Но другие команды, у которых есть слоты и инвайты, они, наоборот, как бы им по кайфу. Выигрывает ли зритель? Ну, наверное, да. Если твоя команда партнерская команда, и ты за нее болеешь. Если ты зритель и фанат другой команды, которая не в этих партнерских командах не участвует, и у нее мало шансов себя проявить, то, наверное, да, не особо прикольно так болеть и вообще быть в киберспорте. Как бы я это изменил? Да, я, наверное, какую-то другую систему бы партнерских команд сделал. С другой стороны, какой смысл быть партнером, если есть большое количество возможностей пройти на турнир? Тогда партнерские команды как бы были бы в минусе. Спасая два турнира от Valve, где реально сейчас у каждой команды есть возможность пройти и заработать бабок, там, подняться в рейтинге и так далее. Я бы делал, наверное, больше каких-то открытых квалификаций, что ли. Ну, наверное, было бы круто, чтобы Valve сделали какой-то, может, один турнир в году жесткий, четыре там не жестких. Ну, квалы, грубо говоря, на этот жесткий турнир. Вот Мажор, слава богу, что вернулись. И сейчас реально мое внимание только к Мажору, но, опять же, Мажор, где система Best of 1, тоже она не особо такая, знаете, ну, может, в этом и плюс, кстати, то, что некая доля рандома есть. У каждой команды реально есть шанс перевернуть кого-то и выкинуть. Ну, и поэтому, кстати, команды меньше решафлятся, потому что у них потом есть возможности проявиться на других турнирах. А раньше Мажор — это все. Если не Мажор, то ты как бы в говне. Ваня Резник с аниме Killua на Аватарке спрашивает, как считаешь, что будет с CSGO после перехода на Source 2? Думаю, что это будет как-то новое. Надеюсь, что игра будет идти на более слабых компьютерах и не надо будет постоянно обновлять железо и так далее. Это, наверное, единственное, что я хочу, чтобы было. По поводу механики. Ну, наверное, пофиксить все эти баги какие-то, как в Доте было. Потому что я вот застал время, когда она переходила, и я понял, ну, она просто улучшилась. Игра осталась той же, но улучшились механики. Вот это все дерьмо. И производительность игры. Появилось больше возможностей с точки зрения добавления туда разного контента от авторов игры, взаимодействия с комьюнити и так далее. Вот я надеюсь, что что-то подобное будет с Counter-Strike, потому что было бы грустно, если бы я уделял этой игре около 7 лет и потом резко, все, новая игра, учись заново. Ты никто, ты, типа, у тебя есть просто какие-то базовые навыки с тем, там, как строить команды и так далее. Весь прикол в игре в том, что ты знаешь мелкие детали, которые ты годами там прорабатывал. Ты знаешь каждую карту и всякие нюансы на ней. Тема Зорченков. Как думаешь, после выхода с Source 2, что станет в CS, упадет ли рынок скинов в CS? Я думаю, что это маловероятно. Почему? Потому что... А, это бунт? Инстаграм. Какие скины, если обесценятся? Там столько миллионов долларов у людей. Не просто так их вкладывают. Это вообще, наверное, самая стабильная валюта сейчас, в 2022 году, в которую я бы вкладывал свои деньги. По ссылочке. Мне кажется, этого не будет. Все-таки мы знаем все Valve. И это какой-то супер кардинальный шаг. Менять полностью скины. Может, их будут там переносить в другую тигру. Либо эквивалент денег будут давать там в той игре. Либо на счет Steam. Что-то такое. Либо скажут, вы можете продать, получить вот это. Скидка, скидка. Либо просто... Что ты делаешь? Твое, Ваня. Твое, Ваня. Скир, 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 скир. Либо просто... Спил меня в смысле. Либо просто... А, их нет. Как в банке. Я вкладываю вклад под проценты. Извините, их нет. Риски были. Вы как бы попали под зону риска. Куда пропал Санжи? Ребят, понятия не имею. И, если честно, я с большинством своих тиммейтов, бывших, не общаюсь, наверное, вообще. Могу там перекинуться пары слов. Но вот Санжи, он всегда был такой немножко секретный. И у меня были его даже номера, но он как бы запоменял их. Все. А соцсетей, я не знаю, у него есть, нет. Вроде не было никакого соцсетей. Получается, ну вот... Получается, что неизвестно. Может быть, он уже миллиардер день в Корее. Как правильно совмещать игру с повседенной жизнью? Тебе надо посмотреть очень много аниме, тематика, повседневность. Там тебя научат, как реально жестко быть другом, отцом, ребенком и киберспортсменом. Всем советую. Как ты возвращаешь форму после перерыва или отпуска? Я много играю в Counter-Strike. Николай Бородин. На что необходимо конструировать свое внимание при рассмотре демо к игроку, который по уровню игры примерно 4-5 левел в 6? Тебе не нужно смотреть демки. Тебе надо играть в Deathmatch и много играть. Демки это как бы... Пустота от времени. Лучше зайди в час на демо. Даник Балицки. Что думаешь насчет Insilio? Я смотрел нокаут по Insilio. И могу сказать, что это хороший медиапроект. Кстати, очень странно, что они до сих пор на Shiltsv не вышли. Там было прям супер-мега обидных моментов. Это даже забавно с какой-то точки зрения, то, что они не выходят. Но когда они выйдут, это взорвет весь интернет. Якер Берлак, Баузик. Еркебулан, Байзак. Сколько дней? Бродягу читал. Нисколько. Аркадий Нестеренко. Твой любимый завтрак. Не завтракаю. Как много раньше смотрел демки снайпер, кто раньше подчинял больше всего нравился? Артур Соколов. Раньше много смотрел. Всех смотрел. Всех. Гвардин, Кеннис, Джейви. Всех, кто в топ-10 ходили снайперов мира, а раньше был топ из снайперов только. Всех смотрел. Костя спрашивает, чтобы ты выделил бы главное, что должен уметь снайпер, а также, чтобы ты выделил бы главное, что должен уметь знать капитан, и как бы это было одновременно и капитаном, и снайпер. Какие сложности ты испытываешь, какие есть в этом плюсы? Это тоже большая такая тема. Отвечу кратко. Фокус на команде, фокус на себе. Балансируешь, играешь с огнем. Где надо там капитан, где надо крутой игрок. Где надо выиграл как капитан, где надо выиграл как игрок. Где надо выиграл как крутой снайпер, где надо закинул как игрок. Где надо прям как капитан обосрался. Но, кстати, такое редко бывает. Вот как игрок часто бывают просадки. Что должен знать, уметь? Снайпер-капитан, он должен и жестко уметь играть с палкой, и жестко понимать игру. Но в современном мире куда без рифлы, правильно? Симпл, зайву, надо же их тоже как бы с калаша перестреливать. И за счет того, что капитан, тебе надо играть с калашом тоже. И жестко с калашом играть. А еще ты играешь на позициях, на пистиках, тебе надо и жестко с пистиками стрелять. Получается, надо уметь играть со всем. Со всеми ганами и всем ганам уделять. И нужно миллион часов, чтобы во всем этом разбираться. И когда карты заменяют, у тебя как бы просто отрезают 30% всех знаний, которые у тебя были, которыми ты шел. Луна спрашивает, Джейм, как тебя пригласили в авангард, и сколько у тебя было Элла на Фейс-Свитте и вообще часов в игре? Могу сказать, что мало кто знает, но у меня 5000 Элла было 5 лет назад. Когда вы еще болтыхались на двух-полторушке. Пять лет назад, вы представьте себе, что такое 5000 Элла 5 лет назад. Это, ну как, я знаю, это круче, чем папич, наверное. Топ-2 ладера я был, топ-1 был Паша Нож. Ниже нас были кто угодно, но мы конкретно рулили тогда. Было там мало стаков, турецкие, болгарские. Ну, мы, конечно, всегда выигрывали, пацаны, там были в инстрики по 66 игр. Ну, не без обуза, конечно, да, обуз тоже присутствовал. Мы брали не прям иногда супер, ну, были супер-хайп очки, мы были там команды типа играли. И такие лохов брали с мало Элла и играли уже втроем, четвером, ну, типа, втроем, наверное, больше. И премку, кстати, туда тоже обузил. Вот, это из интересного про Элла. Поэтому король бывший тут и будущий тоже тут. Я буду играть, не буду играть, мне очень неинтересно в премку играть. Тут же демп, поиграю и демп посмотрю. Когда ты понял, что можешь связать свою жизнь киберспортом над теми все, спрашиваю. Такого, как такого сознания не было, ты еще раз говорил. Просто в какой-то момент был выбор пойти сдавать сессию и готовиться к сессии. Либо пойти задротить фейситы по 10 в день, когда мне кикнули в савангар. Вот тогда был выбор. И я сделал выбор, чтобы пойти задротить фейсит. Но это я сделал. Вам не надо такое. Вам надо лучше учиться, я думаю. Вот тогда, наверное, было осознанно, что я не хочу жить жизнью студента. Я хочу жить жизнью, типа, которая тренируется и просто кс играет. Сева, Джейм, когда зожит, здоровый образ жизни. Начинаю с завтрашнего дня 100% спорт внедряю. Я обещал, завтра будет первая моя тренировка. Максимилиан спрашивает. Какой, по-твоему, сейчас у тебя? А, у меня, Рейд. Я вообще сейчас, по-моему, жесткий, мне кажется. Но на кнопке нажимаю, как мусор. Надеюсь, это исправится. Потому что сейчас буду жестко работать с палкой. Жестко, ДМ, играть с палкой. Назови хороших игроков в тир-2, тир-3. Все игроки, все красавчики. Все красавчики. Цвит, во сколько лет заработал свой первый миллион долларов? Еще не заработал. А миллион рублей он задал вопрос такой. Ну, он просто сказал, миллион. Может, спустя год? Тебе спортивной карьеры? Наверное, год? Я думаю, да, год. Большое сообщение, Степан. Джейм, правда ли, что по завершении карьеры ты планируешь перейти на YouTube? Нет, неправда. Я еще ничего не знаю, что будет. Надо жить бы до следующего мажора вообще. Джейм, планируешь ли ты оставить какую-нибудь на встречу? Будет ли весь состав Ауцарьевской ФРП на встречу? Ну, если я буду делать, то я буду делать только за себя отвечаю. Я буду делать для своих подписчиков, для своих зрителей. И я не исключаю, что это будет. Вообще, ноль проблем. Просто, видите, надо как-то тоже в это погрузиться и понять, что вообще там делают. Ну, придем питься, похаваем, окей. Там пообщаюсь, пофоткаюсь. Но это же, типа, чушь. Я вообще не против. Почему на той АВП Сабмихада подписано на ней Сабмихада? Что это значит? Ну, просто это древний артефакт, реликвия, которая мне досталась по наследству. И я вот с ней пулял и пуляю. Это все, ребята. Выпуск получился, не знаю, наверное, жесткий. Как всегда, мега интересный видос из ИРЛ. И такие ответные вопросы могут быть и у меня, и у моих тиммейтов, и у суперзнаменитостей, если вам нравится подобный формат. Надеюсь, что я не заболел окончательно, потому что у меня еще надо тренироваться. Впереди у нас много турниров, жесткий период. Спасибо, что смотрите. Хотел бы выпускать для вас роликов больше и чаще, но не забывайте, что в первую очередь пока что я киберспортмен, а потом уже ютубер. Но когда я начну выпускать много роликов и запариваться над качеством роликов и так далее, прям супер жестко, вы поймете, что я уже не киберспортмен. И пора дорогу киберспорт не закрывать. Последнюю фразу можно обрезать. Все, пока!